Неподалёку от Браунау стоял и гусарский Павлоградский полк, где теперь служил юнкером Николай Ростов. Он уже сдружился со своим эскадронным командиром, известным всей дивизией Васькой Денисовым. Ростов и на военной службе проявлял свою юную жизнерадостность и весело шутил с немцем, хозяином дома, где они с Денисовым стояли. Сегодня Денисов вернулся домой утром, картава бронясь. Он всю ночь сражался в карты и сильно проигрался. Васька бросил Ростову кошелёк с жалкими остатками денег, сказав – сочти, голубчик, сколько там осталось, да сунь кошелёк под подушку. А сам вышел на крыльцо. Внезапно вошёл поручик Телянин, офицер с бегающими глазами, которого все почему-то недолюбливали. Он стал спрашивать Ростова про лошадь Грачика, которую сам же ему продал. Ростов, чтоб отделаться от Телянина, вышел из дому и приказал привезти грачика. Телянин вскоре ушёл. Вернувшийся Денисов спросил у Ростова, сколько денег в кошельке. – Семь новых и три старых, – ответил тот. – А кошелёк где? – Положил под подушку. – Да там его нет. Ростов с Денисовым искали кошелёк везде и не нашли. Ростов подозревал, что пропажен о совести Телянина, и страшно краснел, ведь если вор не Телянин, то могли подумать и на него самого – кроме них двоих в комнате никого не было. Ростов бросился к лошади. Денисов старался удержать его, но Николай вырвался. Он нагнал Телянина в трактире. Тот обедал. Ростов сел за соседний стол. Когда Телянин стал расплачиваться, Николай подошёл к нему и спросил позволения посмотреть кошелёк. Кошелёк был не Денисовский, но деньги в нём лишали те самые, которые Ростов видел у Денисова. Телянин вначале всё высокомерно отрицал, называя Николая юношей. Но под его напором всё же сник и сознался в воровстве. «Граф, не губите молодого человека!» – начал молить он. – «Вот эти несчастные деньги! Возьмите их!» У порывистого Николая заблестели слёзы на глазах. «Боже мой, как вы могли это сделать!» – воскликнул он, швырнул Телянину назад деньги и выбежал из трактира. «Боже мой, как вы могли это сделать!» – расчётные деньги и Britain. «У была бы в пятницу, светлая, 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 светлая». «Жури, как вы могли это сделать!» – всё.